Друзья, нас часто спрашивают, что привести детям в Африку, поэтому я показываю на собственном примере, что я взял в Танзамен. Карамельки, карамельки, огромное количество карамелек, тетради разные, фломастеры, карандаши, ручки, огромное количество карамелек, клей, можно еще взять мыльные пузыри, какие-то простые вещи, которые, не знаю, детям нравится играть. Дорогой не берите, сломают, зачем? Дети не в Африке, дети, сломают и дорогое, и дешевое, но дешевых хоть не так жалко. Шоколад не берите, растает. Поговорим про защиту от солнца в Африке. Итак, нам понадобится крем SPF 50+, берите максимум, что найдете, поверьте, не пожалеете, солнышко в Африке суровое. Очки с поляризующим эффектом. Ну, берите на ваш вкус, главное, чтобы они реально работали. Не за 100 рублей какая-то подделка была, потому что, опять же, глазки здесь нужно беречь. Вот еще одни очки более профессиональные, вот, хотя я им реже пользуюсь, тяжеловато и лицо потеет. Чехольчик для очков такой удобный, чтобы не раздавить. И Панама. Здесь у меня Панама темного цвета, я куплю себе светлого цвета, просто темную, светлую потерял. Смотрите, чтобы у Панама была ХБ подстилочка. Очень удобно вытирать лицо в жару, оно впитывает, потому что большинство Панам сейчас делают синтетику, вы не вытретесь, а платочек где-то искать, смотреть все время, ну, просто вы вытерять будете. Какую одежду берем с собой в Африку? Итак, обязательно берем кофту. В Африке по утрам может быть очень холодно, до 10 градусов тепла, температура опускается. В данном случае кофта с нашей корпоративной символикой safarisanzibari.ru, Панаму, нижнее белье на каждый день, трусы, футболки, купальные шорты, штанишки светлые, легкие дышащие. В данном случае у меня двое светлых легких джинс летних, спортивные штаны и шорты. И одни шорты на мне еще. Не берите одежду темных тонов, особенно черная, темно-синяя. Носочки и кроссовочки легкие дышащие, тапки для душа и сандалии. Все, этого достаточно. Резюмирую. Не надо брать много одежды, темных тонов, одежду не берите. Берите легкую светлую цвета хаки. Поговорим об обуви для Африки. Итак, я беру всегда с собой три пары обуви. Кроссовки. Выбираю всегда удобные, чтобы мягкая подошва была, легкие, гнулись. Тапочки. Данные тапочки для душа за 100 рублей. Прошли со мной вообще всю Африку, практически очень удобно. И сандалии. Ну, сандалии это тоже мягкая подошва. Легкие, удобные. Итак, кроссовки мы носим вечером. От комариков, от прохлады, либо если куда-то в горы карабкаемся, либо по растительности ходим. Тапочки. Душ днем. Сандалии также днем. В городе можно. Ну и в машине для Сафари. Вот эти вот штуки, в принципе, я часто взаимозаменяю. Ну, вот это для души удобно, чтобы вот эти сандалики не убить. Все. Три пары обуви. Ничего больше выдумывать не надо. Никакие берцы и все остальное. Итак, что кроме одежды и обуви взять с собой в Африку? Крем от солнца SPF 50+. Гель для рук антисептический. Солнцезащитные очки. Футляр для солнцезащитных очков. Фонарик. Можете любой взять фонарик. Удлинитель. Очень удобно. Адаптер для вот таких вот розеточек. Пауэрбанк. У меня даже два. Зарядник для телефона. Как ни странно, многие забывают. Аптечка. Про нее позже расскажу. Спрей от комаров и фумигатор. Я ими практически никогда не пользуюсь. Зарядник для пальчиков и мизинчиков. Батареек. Сумочка для документов на живот. Мне нравится. Очень удобно. Хоть по старинке. Туалетная бумага. Паста. Щетка. Полотенце. Ну еще мало забыл. Но здесь есть мало. Даже в двухзвездочных отелях есть мало обычно. Все. Много тащить не нужно. Итак, собираем аптечку в Африку. Вся аптечка у меня умещается вот в такую небольшую сумочку. Я не претендую на какого-то суперэксперта, но данная аптечка была выработана годами поездок в Африку. Итак, гель-дорог антисептический. Фурзалидон. Если у вас заболел живот. Уголь активированный. Если чувствуете, что отравились. Диара. Если слабит. Иллила пирамид тот же. Влажные салфетки, зубочистки. Алькозельцер или любое средство против похмелья. Если не рассчитали с местными напитками немножко. Пластины для фумигатора. Зажигалка. Спазмаугин. На жаре может пойти камушки в почках. И будет очень неприятно. Больно. Лучше возьмите что-нибудь спазмолитическое. Ацетилка. Картем. Средство для лечения малярии. Ни разу мне не понадобится за много лет работы в Африке. И циклоферон и ампициллин. Противовирусные. Зеленка. Все. Друзья, решил записать специальное видео про горячую воду в Африке. Итак, смотрим. Если мы идем, заходим просто в ванну. Включаем. Крутим вправо-влево. То вода у нас холодная. Мы ничего не понимаем. Думаем, что такое. Нас кажется обманули. Но дело в том, что в Африке нет централизованного отопления. Поэтому в каждом отеле есть обогреватель. Нужно только найти, где его включить. Вот здесь он включается вот так. Включаем. Идем. Вот он, самый обогреватель. Здесь включаем. Включаем. И добавляем до 7. Все. Пошла температура нагреваться. Это проточный водонагреватель. Хватает где-то 2-3 минут, чтобы вода прогрелась. Друзья, для того, чтобы в Танзании сделать кучу классных фото и использовать все наши современные девайсы, нам понадобятся 2 штуки. Вот такой вот адаптер. Купил его давно. Не помню даже где. В каком-то интернет-магазине. Тут название. Ну, не суть. Суть в том, что он имеет разные штекеры. Здесь. Здесь. Мы будем использовать вот этот. Именно для розеток Танзании. Все вытащили. Воткнули. А здесь уже у нас втыкается евровилка. Все. Очень удобно. Второй девайс это удлинитель. Но про него не буду рассказывать. Берите его из России. Здесь не надо искать. Время терять. Очень удобно. Можно воткнуть несколько приборов. Все. То есть. Адаптер и удлинитель. Этого достаточно. Друзья, поговорим о розетках Танзании. Итак. Смотрим. Розетки отличаются от наших. Это видно невооруженным взглядом. Тройная вилка. Если мы будем пихать сюда нашу евровилку, то это может печально кончиться. Можем сломать розетку и вилку. Поэтому используем вот такой адаптер. Про него я уже рассказывал. Можно любой. У меня такой. Так. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Вставляем. Готово. Сюда вставляем наш удлинитель. Готово. Проверяем. Не работает. Почему? Так. Смотрим. Загорелся. 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 Продолжение следует...